Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 марта, я хочу показать вам свои первые и самые ранние посевы после пикировки. Наконец-то я распикировала и малышей. Вот эти все томаты были высажены в одном лотке. Просто эти я распикировала 2 недели назад, а эти вчера 2 марта. Ну и конечно, сразу видно, какие из них выращивать в ранние сроки удобнее, какие компактнее. Вот эти, видите, какого размера. Я показывала, что я их с заглублением распикировала. Они в этом лотке еще целый месяц будут спокойно жить, а эти уже разрослись и требуют второй пикировки. Вот после 8 марта буду их пикировать. Сейчас потерпят еще немножко. Ну вот, сразу еще добавлю, чтобы люди не путались, которые добавляются, только что пришли в канал. Это посевы, как исключение из правил, они посеяны в конце января. Небольшая такая группа томатов, только для получения раннего урожая, про которые я говорю, что отдавайте предпочтение вот таким низкорослым, толстоногим сортам. Их выращивать проще, и так как им долго придется стоять на стеллаже или на подоконнике, вот такие компактные сорта отнимут у вас меньше времени, но меньше проблем с ними будет. Конечно, вот эти пальмы, за ними нужен уход дополнительный. Все вот я вам показала, кто интересовался. Вот это самый первый посев от 26 января. Толстоногие садила низкорослые садила Демидов, Настя, потом Клуша, Госпожа Удача, Спиридон. А вот это у меня Королевский Подачный и Джина Толстый Джек. Они сами по себе не очень высокие, они тоже детерминатные, но по сравнению с этими они кажутся великанами, потому что все-таки у них нормальное строение, ну как обычное, они не толстоногие, не коренастые. Вот видите, какая разница, все налицо разница.